Недавно Китайское министерство охраны окружающей среды издало отчёт об экологическом состоянии в КНР за 2012 год. В документе признаётся, что положение дел в этой сфере остаётся очень серьёзным. Ранее проблемы загрязнения в некоторых областях китайская Компартия рассматривала как государственную тайну. Аналитики опасаются, что многие факты об экологическом состоянии китайских рек, почвы и воздуха по-прежнему хранятся под грифом секретности. Впрочем, даже обнародованные данные уже являются поводом для беспокойства. В документе говорится, что из 113 крупнейших промышленных городов только в 27 уровень загрязнения атмосферы не превышает допустимых стандартов. Что касается подземных вод, то пробы брали в 198 городах. Как показывают результаты, в более половины случаев качество воды было признано плохим или очень плохим. В 10 основных речных бассейнах Китая загрязнено или очень загрязнено около 30% рек. А четверть обследованных озёр и водохранилищ постепенно зарастают водорослями. В отчёте также говорится об ухудшающемся экологическом состоянии сельских районов. Среди основных причин – добывающая промышленность, отходы жизнедеятельности и разведение скота. Это приводит к значительному загрязнению воды. В документе также признаётся, что многочисленные проблемы с окружающей средой вызывают общественное недовольство. Так, в 2012 году по всему Китае было зафиксировано 542 протеста. «Наша окружающая среда с каждым годом становится всё более загрязнённой. Из-за экологических проблем один за другим вспыхивают масштабные протесты. И мы видим, что эти протесты вызывают один немаловажный факт – КПК скрывает правду о состоянии окружающей среды». О том, что факты умалчиваются, свидетельствует хотя бы то, что Китай не ведёт замеры индекса PM 2,5, который показывает содержание в воздухе мелких твёрдых частиц. Недавно этот показатель в некоторых крупных городах несколько десятков раз превысил допустимую норму. Это стало известно не только благодаря замерам, которые проводил у себя на территории американской посольства в Пекине, но и тому, что смог, который окутал столицу, можно было буквально потрогать руками. «Некоторые официальные учреждения используют государственную тайну, чтобы скрыть правду, поскольку хотят сохранить свои политические позиции или сохранить так называемую стабильность». Глава благотворительного фонда в сфере здравоохранения Лю Цзюнь также отмечает, что чиновники стремятся только к краткосрочному росту, пренебрегая при этом экологией. «В последние годы КПК всеми способами пыталась увеличить ВВП. Во многих случаях это было сделано в ущерб окружающей среде. Такой тип экономического развития – это как будто высушить водоём, чтобы поймать одну рыбу». Аналитики предсказывают, что в ближайшее время протесты против загрязнения окружающей среды в Китае будут только усиливаться.